Русские своих не бросают. Пожалуй, эта фраза самая распространенная среди современных российских ура-патриотов. Именно ей они стараются подчеркнуть величие русского духа и восхититься своей страной. Но позвольте усомниться, ведь вся история московского государства говорит об обратном. Так почему же россияне уверены, что Россия их не бросит? Откуда вообще пошла эта фраза? И кого на самом деле никогда не бросают кремлевские вожди? Когда-нибудь с россиян спросят, как они смогли поддаться столь бесчеловечной пропаганде. Но те лишь прожмут плечами не в силах найти логичного ответа, поскольку нет никакого ответа в том, почему власовская георгиевская ленточка, за которую во время войны попросту расстреливали, вдруг стала символом победы. И нет никакого ответа, как фраза героя фильма «Брат 2» «Русские на войне своих не бросают» превратилась в главный лозунг всех сторонников русского мира. Именно так эту фразу сказал Сергей Бодров, и она моментально стала крылатой. Но на самом деле бесконечные войны России – это череда предательств собственного народа. Лучшее доказательство этому – Вторая мировая война. Это невероятно, но на стороне Гитлера воевало около миллиона русских, причем большая часть – это перешедшие в первые месяцы войны на сторону вермахта советские солдаты. И почти все они по национальности были русскими. Сегодня российская пропаганда старается переписать историю, заявляя, что этот миллион предателей были украинцами, латышами, белорусами, при этом всячески умалчивая, что Советский Союз вступил в войну не в 41-м году, как принято считать, а в 39-м, когда согласно пакту Молотова-Риббентропа разделил с Германией Польшу. По этой причине Красная Армия не могла состоять из белорусов, украинцев, жителей балтийских стран, поскольку они были врагами. Поэтому регулярные части на июнь 41-го года – это в основном русские. Они-то переходили на сторону врага, оказавшись в грандиозных котлах и брошены на произвол судьбы своими командирами. В результате Сталин издает известный приказ «Ни шагу назад». Согласно ему, родственники бойцов, сдавшихся в плен, репрессировались. И получить похоронку было лучше, чем пропал без вести, поскольку в этом случае к тебе в любой момент могло прийти НКВД. Но русские солдаты сдавались. Сотнями тысяч. О действительном их количестве, воевавших на стороне нацистов, говорит тот факт, что когда в 43-м году Гитлер потребовал убрать всех русских с Восточного фронта и перевести их на Западный, генералы схватились за голову. Это было невозможно. Каждый пятый на Восточном фронте был русским. Получается, что русские солдаты точно знали. Их сдадут, предадут, бросят умирать под Ржевом или в каком-нибудь другом болоте. И поэтому лучше сразу было сдаться на милость врага. Так кто же кого не бросает? Или были какие-то другие русские, которых на войне действительно не бросали? Были. Это политработники и органы госбезопасности. Их действительно не бросали и пытались всеми силами вывести на безопасную территорию. И это неудивительно. Ведь это был костяк репрессивной машины, державшей в страхе всю страну. Тут особое внимание следует уделить партийным архивам, которые вывозились в первую очередь. Причем в ущерб женщинам, детям, раненым. Иногда, если вывести не удавалось, архивы уничтожались. Иногда вместе со всеми, кто находился рядом. Гереческая оборона Севастополя. Город горит. Защитники укрылись в штольнях. Там же был расположен госпиталь. Там же хранились архивы. Командующий обороной вице-адмирал Октябрьский получает разрешение Москвы на эвакуацию. Но план эвакуации предусматривает вывоз только высшего командного состава и парт актива города. Эвакуация остальной части военнослужащих, в том числе и раненых, не предполагалась вовсе. А архивы взорвали вместе с теми, кто находился в госпитале. И таких фактов масса за весь период войны. Но русские своих не бросают, уверены современные патриоты России. Не понимая, что по сути как мантру повторяют пропагандистский лозунг, придуманный лишь для того, чтобы оправдать очередную агрессию. Например, под предлогом помочь так называемому братскому народу. Так было в 1939 году, когда полчища красных комиссаров вошли в Бессарабию и Буковину. Так было в 1940, когда освобождали Финляндию от финнов. Так было в 1979, когда братский народ Афганистана попросил помощи. Так было в 2008, когда у Грузии отобрали Южную Осетию. Так же происходит сегодня в Крыму и Донбассе. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными. Ведь это ваше право думать.